Праздник Господь, где бытует мнение, это встреча зимы с летом, это некое народное бытовое понимание праздника. Сретение Господне. Встреча. По древнему обычаю на сороковой день детей приводили в храм древний иудейский. И мальчиков мужа с мужского пола посвящали как бы в дар Богу. И двух птенцов или горлица, вот она есть такая воркующая, или двух голубей, как бы в шер. Этот закон исполнили и мнимый отец Иосиф, и причистая дева принесли Христа Спасителя, младенца, также в Иерусалимский храм. Там был некий старец, имя этому старцу Симеона. И как в Евангелии сказано, что ему было обещано от Бога, что он не умрет до тех пор, пока не увидится, не возьмет на свои руки Христа, младенца, который спасет мир Господа и Спасителя. А дело было так, когда переводили на греческий язык с еврейского Библию, то в одном месте было написано, что вот зачнет дева и родит сына. Было много переводчиков, которые по преданию их было более двухсот. И среди этих переводчиков это были знающие, умные люди. И был вот этот старец Симеон. А было это ни много ни мало, почти за три века до Рождества Христова. И у переводчиков были такие острые ножички, чтобы где, если ошибку писали от руки, напишут, компьютер не наберешь, не сотрешь сразу букву. И почистить ножичком то, что неправильно было написано. И вот он вначале перевел так, как было написано, что дева зачнет. А потом мысль начала его точить. Ну как так? Это ж не может быть. Это же противоестественно. Как без мужа и зачнет. Берет ножичек, чтобы почистить. И ангел Господень, по преданию, останавливает его руку и говорит. Вот Господь так повелевает. Ты не умрешь до тех пор, пока лично не увидишь вот этого младенца Христа Спасителя, рожденного от Девы. Шли годы, десятилетия века проходили. И он не умирает. И младенец не рождается. Конечно же, можно представить состояние этого праведного Симеона. С одной стороны, повеление Божие, а с другой стороны, время. Он понимает, что что-то происходит и с ним, естественное. И, наконец, приносит. Родился Христос, младенец, в Вифлееме. Младенца приносит в храм иерусалимский. И там его принимает на руки вот этот уже трехсотлетний старец Симеон, который сомневался возможности родить Девя без мужа. И его сердце, его разум просветленный благодатью Божией откликнулось и затрепетало. Берет на руки этого младенца и эту знаменитую песнь воспевает. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему, с миром». Ты сказал когда-то, триста лет назад, что ты встретишь сам Сына Божия, младенца Христа. И далее «Яковидисто, отчима и спасение Твое, светло откровение языков». Каких языков? Тогда языческого всего мира и нас с вами тоже свет Христов просветил. И слава людей твоих, Израиля, да и слава Израиля, ибо в те времена, хотя были отступления, хотя Христа не приняли, фарисеи и саддукеи верхушка особенно, но Христос родился именно в этом роде. И вот сегодня, совершая этот праздник, Сретение Господне. Это что? Для нас только историческое воспоминание или нечто большее. Для Бога нет ни времени, ни пространства. И мы вновь и вновь с вами переживаем это событие, которое практически Рождество, Сретение, в начале Благовещения, потом Воскресенье, будет Вознесение. Самое главное принесло спасение нам. От чего спасает нас Христос? От порочных наших пристрастий от грехов наших крещений мы получаем семя, задата, которое должно возрасти в нас, очистить наши души. нам нередко задают вопрос безбожники, да и верующие люди. Ну как же так? Вот Христос спас нас, все вы говорите, а мы грешим. А в мире люди убивают друг друга. А в мире такое беззаконие, что язык не поворачивается назвать грехи. И как бы вот эта тайна Христово спасения унижается. В том и суть. Если привести обыденный пример, все вы, хозяйки, сажаете огород, маленькое семечко, посадили, сначала проращиваете рассаду, потом высаживаете в гру, и сколько заботы, сколько трудов. Надо полить, надо взрыклить, надо обязательно убирать сорняки постоянно, иначе ничего не получите. так и мы. Крещение. Нам дается это очистительное семя. Мы чистые. Но это семя, оно сочетается благодатно только тогда, когда наша свободная воля трудится над взращиванием этого семени, чтобы получить плод чистоты. Мы не роботы. И самое большое достояние у человека это свобода. Господь дал нам свободу выбора. И очень хорошо нас, как правило, крестили в детстве. И мы забыли, и не знаем даже, какие мы обещания давали Богу при крещении. Но сейчас есть возможность внимательно и внимательно изучить, читаться, что Бог от нас требует. И что мы уже имеем, какой росток благодати Божией. У нас есть еще время, пока мы живы. Лучше, конечно, взращивать сначала, не давать сорнякам забить. Но бывает и так, что кажется, ну все, хилая растенница, где-то заболела, где-то проспала, где-то заботы какие-то иные и забыла про огород. Смотришь один бурьян. Бурьян бурьяном, а есть-то надо будет. Картошки, помидоры, огурцы. И усердно начинаешь, правда, уже трудно укоренились эти травы. Но мудрая хозяйка польет сначала, чтобы легко было убрать, потом убирает этот бурьян. И смотришь вновь, оживает семя. Так и души наши, заросшие уже сорняками, но если мы внимательно обратим свой взор опять на свою совесть, на свою душу, поразмыслим, как же нам быть. Настанет время этой гробовой черты. И там иная жизнь, иная ответственность. И надо подумать, как нам очистить свою душу. Как прополоть от сорняков и нечистот, как взрыхлить и палить, как внести удобрения молитвы, поста и добрых дел. И все пойдет. Отживет этот росток чистоты благодатного семени, заложенного во святом крещении в душу. И вновь к сегодняшнему празднику. Куда вели родителей? Кому посвящали? Богу? В храм? Где же наши дети? Я радуюсь на вас, ребят, что вы в храме сегодня. И день среди, и день молодежи. Радуйся, молодцы вы. вы будьте вот этим семенем в земле Зеленодольской, чтобы своим примером не бойтесь, что вас пока мало. Вы твердо стойте в вере, показывайте добрый пример в личном, нравственном своем пути, показывайте добрый пример в трудолюбии, показывайте добрый пример в упорстве и в учебе, чтобы мы могли показать. Мы не православновутые, как иногда говорят, а мы православные, с нормальной головой, с чистым сердцем, с любовью к Отечеству своему и с нравственными нормами в нашей жизни. Запомните об этом. Еще раз повторяю, вас немного еще, и апостолов было мало, двенадцать, а весь мир уже христианский, и вы тоже своего рода апостолы, несите веру, несите веру и храните веру. Не забывайте детей вести в храм Божий и говорите и своими детьми, и с внуками, и с внучками, куда нам идти дальше. Дошли до ручки, помойках детей выбрасывают, безобразие нравственной жизни, браки гражданские. Элементарно всегда это называлось блудная жизнь. А мы все узаканиваем, к сожалению, мы беззаконие возводим в рамки закона. И в этом проблема современного мира. Когда это нравственное беззаконие возводим в рамки нормы и закона. А нарушение норм физические законы нарушаются, катаклизмы. Законы, устанавливаемые государством, нарушаются, преследования. А законы, которые Бог дал нравственные, нарушаются. что бесследно проходит. Это самое опасное нарушение, нарушение нравственных законов, практически предписание себе к гибели. Но если бы во времени, а в вечности. И как было бы хорошо, в мы каждый за праведным симеоном воспринял Христа в свое сердце, в свою душу, в свою жизнь, в тот момент, когда настанет время нам отойти из этого мира в мир иной, так же сказали бы. Ныне отпущаешься раба твоего владыка по глаголу твоему с миром. Аминь. Аминь. Спасибо.